Это послание к евреям, 6 глава, 4-6 стих. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святаго и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. То есть люди, вкусившие дара небесного и потерявшие его, то есть согрешающие, обновлять покаянием нельзя. Они распинают в себе Сына Божий. Грозные слова. Очень страшные, грозные слова, потому что человек, прочитавший их однажды, да еще в таком очень сокрушенном настроении, он действительно приходит в ужас. Как? Как мне кается, если я заведомо продолжаю грешить? Я знаю некоторых людей, которые переставали в конце концов ходить на исповеди и отпадали от церкви, я надеюсь, на какое-то время, потом они вернутся. Но многие, ну то есть не многие, конечно, некоторые люди, которые прочитают эти слова, у них возникает смущение. Но ведь написано в Священном Писании, что если я причастился, после причастия продолжаю грешить, то стало быть, у меня нет больше покаяния, я распинаю в себе Сына Божьего и ругаюсь Ему. Страшно ведь? Но, понимаете, Священное Писание, это не только эти слова или какие-нибудь другие слова. В Священном Писании очень много слов. Вот, возьмите как-нибудь, откройте, вот это у меня псалтырь. Псалтырь только. Вот, понимаете, толстая книга какая, потому что тут бумага толстая. Вот, а если возьмете Библию, она будет примерно такого же формата, но бумага там тонюсенькая, тонюсенькая. Вот, пусть Бог даст благо тем людям, которые выдумали такую бумагу, потому что иначе пришлось бы таскать Библию огромных размеров, как в древности. Библия большая, в ней очень много слов. Но в том-то и беда человека, не читающего Библию, что он выхватит какие-нибудь слова, углядит и начинает только на этих словах строить все богословие своего спасения. Я знаю людей, которые рассуждают о вере, не прочитав всю Библию, или прочитав только Евангелие, но не читая апостолов. Есть люди, представляете, которые строят все свое богословие только на апокалипсисе, как будто вообще больше других книг нет. Есть люди, которые очень любят пророческие книги, прям впадают в пророческий пафос, обличая всех направо и налево. Но в Библии есть разные слова, и написаны не только это. Вот, например, первое послание Иоанна Богослова, самый конец первой главы. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас». То есть апостол Иоанн Богослов говорит, что мы всегда были грешниками, будем грешниками. До самого конца этого мира мы останемся грешниками. Если мы проживем один день и скажем «Ура! Мы не согрешили», то представляем Христа лживым. «Только вот стоит нам прожить некое мгновение времени, протяженность некую там, скажем, час хотя бы, час. Вот час прожили, не согрешив. Вот прожили и посмотрели. О, не согрешил. Как здорово! Как здорово! Значит, в этот час Спаситель тебе не нужен. Не нужен. Зачем? Оказывается, ты можешь сам, не согрешая, прожить. Нет. Так не получится. Зачем тогда непрестанная молитва? Зачем тогда святые отцы, которые там с 16 лет уходили в пустыню, не знавшие никаких смертных грехов за всю свою жизнь, непрестанно молились Иисусовой молитвой, а в конце жизни говорили, что хуже и грешников никого нет. Почему для них это нормально, а мы как-то вот, ну как, мы сетуем на то, что как, опять грешу, опять грешу. Ну что ж такое, вот опять грешу. Да как же не грешить-то? Ведь вопрос не в том, чтобы не грешить. Вопрос в том, чтобы, приняв благодать Христову, приняв благодать Божью, идти и думать не о том, как бы не согрешить, а о том, как исполнить волю Божью. Вот повелел мне Бог заботиться о Марье Ивановне. Надо заботиться о Марье Ивановне, делая все, что необходимо для ее питания, содержания, и при этом заботясь о своем сердце, чтобы в сердце была любовь. А я наблюдаю за своим сердцем, и любви там нету. Я готовлю обед, я мою ее в ванной, я бегаю за лекарствами, я там смазываю ее какими-то там мазями, я мою ее пол. Я все делаю как надо, идеально. Она идеально чистая, в доме идеальная чистота, она довольна, но я недовольна. Потому что в моем сердце нет любви, потому что я это делаю, но любви к ней не испытываю. Это грех? Грех. Потому что я должен возлюбить ближнего, как самого себя. И я начинаю молиться, чтобы Господь не сделал этот пол чище, или это мыло благовоннее, или это лекарство лекарственнее. Я молюсь о том, чтобы в моем сердце была любовь к этой Марии Ивановне, чтобы я почувствовал в ней мать или сестру, чтобы я возлюбил ее, чтобы если мне сейчас пришли и сказали, выбирай, либо ты умрешь, либо Мария Ивановна, я сказал, я, конечно. Чтобы я готова была отдать вот жизнь за эту Марию Ивановну. Вот, как отдал Христос за всякое. Может, она будет, наоборот, меня ругать, может, она будет меня там поносить. Это все не важно. Важно в том, то люблю я ее или нет. И вот пока я ее не полюблю, это грех. Но только я ее полюбил, она умерла. Я плакала, 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 все слезы выплакала у Бога. Над мамой так не плакала, как над ней. Вот, все вылилось, но что теперь дальше, дают мне какого-нибудь Сигизмунда Петровича. Иди ухаживай за Сигизмунда Петровича. И все по новой начинай. Но сердце уже приобрело и опыт, и любовь. Но одно дело Марья Ивановна, а другое дело Сигизмунда Петровича, я вам скажу, это вам серьезный вопрос очень. Он и слово может гадкое сказать, и смотрит на меня как-то не так. И угодить ему очень трудно, да и просто грубый. Одно дело учительница в пятом поколении, вот, а другое дело слесарь первого разряда. Вот, гордый, напыщенный, всех разогнал, но ухаживать за ним надо. Вот, и снова начинаешь все делать, чтобы было хорошо, исполняя свою должность правильно. Но в итоге-то думаешь не об этом, а о том, что любви-то в сердце нет, смирения нет. Молитва пропала, потому что после двух дней работы у него я перехожу без рук, без ног, и вообще падаю рухою чуть не в коридоре. Так выматывает меня служение этому человеку, а должна быть любовь. А у меня ее нету, я начинаю искать, что, где найти опору, где найти силы, время для молитвы. И в конце концов, спустя три, пять, семь лет, достигая, что все, вот, он меня называет дочкой, вот, я его люблю, и между нами полностью, вот, совершенно нелицемерная любовь. И он умирает. Я плачу над его гробом, как ни плакала никогда над отцом. Вот, иду в больницу, мне говорят, у вас, матушка, онкология четвертой стадии, вы завтра сляжете. И точно утро просыпаюсь, встать не могу. И присылают мне совсем не такую, как я, взбаломушную, дикую, вот, ворующую, нечистоплотную. И теперь надо любить ее. Я-то рассчитывал, что за мое-то ухаживание за стариками Бог пошмет мне добрую сиделку. Нет, твоя жизнь еще не кончилась. Твоя борьба за любовь еще не кончилась. И ты начинаешь молиться о том, чтобы Господь дал терпение, дал смирение. И понимаешь, наконец-то понимаешь, что испытывали Мария Ивановна и Сигизмунд Петрович, когда лежали. Я вдруг увидела себя со стороны. Как я себя любила, как я собой гордилась за эту чистоплотность. А ведь на самом деле им нужны не чистые полы, не чистые подоконники. Им нужно было, чтобы я с ними поговорил. Чтобы я посмотрела на них глазами, а я прятала глаза, потому что любви-то в моем сердце не было. Я поняла, почему ворчал Сигизмунд Петрович, почему плакала и не разговаривала Мария Ивановна. И начинаю сокрушаться и плакать о том, что я на самом деле очень была собой довольна. А на самом деле за этими двумя людьми, которым я ухаживала, я ж грешница окаянная была, напыщенная фарисейка, очень довольная собой. И я начинаю плакать и плакать. А эта сиделка начинает ругаться. Вы все время плачете. Почему вы все время плачете? Как я объяснить, почему я плачу? Я целую руки. Да ты не сердись, дочка, не сердись. Это все нормально, просто вот. И в конце концов наступает момент перехода в вечность. И мы умираем, и Христос встречает нашу душу. И лицо наше преображается. И эта несчастная сиделка, которая по воле Божьей присутствует при нашей кончине, увидела кончину праведницы. И это на всю жизнь ее преобразило. И она потом три года будет рыдать о том, что она так жестоко относилась к человеку Божьему. И уйдет в монастырь. И он начнется свой путь спасения, свой путь покаяния. Вот. С внешней точки зрения человек праведен. А внутри идет постоянная, постоянная, никогда не затихающая, никогда не прекращающаяся борьба с грехом. Как же так? Ведь мы же и каемся потому, что грешны. И это покаяние наше никогда не прекратится. Мы творим дела правды, как можем, как умеем. Но при этом сердце наше не чисто и грешно. И мы выносим в том и состоит смысл исповеди. Мы обнаруживаем сокровенность нашего сердца. Мы исповедуем именно то, что у нас на сердце. Мы выворачиваем сердце наше. А не просто говорим о том, что то нарушил, другое нарушил, третье нарушил. Да не люблю я никого, да горжусь я перед всеми, да довольна я собой слишком, да не люблю я своих близких, да раздражаюсь я весьма сильно. И это постепенное выворачивание себя, постоянное выворачивание себя, оно приводит к тому, что человек меняется. Меняется. И вот об этом говорит апостол Павел в первом послании Коринфянам. «Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Поэтому, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденным с миром». То есть исповедь и покаяние, которые мы творим всегда за наши грехи, это есть суд над собой, не отчет в проделанных грехах. Мы приходим на исповедь и судим себя за то, за что мы сами собой недовольны, за что совесть нас обличает. У нас еще куча других грехов, но мы их пока не видим. И никто не требует, надо раскаяться и судить себя за то, что видим. И когда мы этот очистим грех, появится, увидим другой. Это как вот раскопки проводишь, выкопал там два метра земли, о, город. Раскопал, 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 копаешь дальше, о, еще один город. Вот снова раскопал, раскопал, а там еще более древний город. Пока до самого корня не докопаешься, до самого первого города, который здесь находился, вот, до тех пор ты копаешь, 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 и все полнее себя видишь, еще больше себя судишь. Вот это жизнь, и об этом нам говорят апостолы. Но можно было таких слов и не говорить кучу. Ибо на самом деле, если мы еще раз прочитаем отрывок из послания Павла к евреям, мы увидим, что речь-то идет совсем о другом. Не о том, что исповедаться бесполезно, не о том, что каяться бесполезно. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и сделавшись причастниками Духа Святаго и вкусивших благого глагола Божьего и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаяние. То есть, если человек стяжал благодать Святаго Духа, если он стяжал дар исцелять людей или там изгонять бесов, если он видел Христа во славе, а после этого отпал, тогда да, такому человеку покаяние бесполезно. Такому человеку покаяние ничего не даст. Вот, мы-то ведь ничего этого не имеем и не видели. Грубо говоря, вот если Серафим Саровский на старости лет сказал, да надоело все, пойду-ка я в трактир. Вот, да, для него покаяние невозможно. Или Иоанн Конштадтский сказал, да сколько можно вам помогать, как вы меня достали? Собрал бы из кассы деньги и уехал бы на Кипр. Ну да, тогда бы, наверное, он бы там и умер. Покаяние ему было бы невозможно. Но человек, который еще не знает Бога и идет короткими шажками, еще не видел ни света Христов, ни самого Христа. И Духа Божьего еще не ощущал, как ощущал этот самый Мотовилов, когда беседовал с Серафимом Саровским. Вот, не имел дара чудотворения, не возносился на третье небо, не беседовал с ангелами, не слышал ангельских слов. Вот такой человек еще, конечно, поскольку он живет верой, а не ведением, такой человек грешит неизбежно, потому что он почти целиком пребывает во тьме. Но как может с этой тьмой борется, кается, смиряется, и для него эти слова к нему не относятся. Эти слова относятся к святым, достигшим совершенства. А после совершенства отпадшими, таким покаяния нет. Мы только на пути к совершенству, значит, нам надлежит постоянно каяться. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.